Да, да, все хорошо слышно. Спаси, Христос. Запишем. Ну вот так. Мы помаленьку готовимся. Все тут. Крышу вчера тут докрыли в одном месте. Там сорвало, буря и было. Ну и все там. Тут лестница сломанная, на балерину лазить. Виноград Володя там общипал, вина зарыл. Были бы рядом, я бы угостил вас черноплодной рябиной. Она очень полезна, особенно у кого высокое давление. Ну, значит, я набрал, наверное, войдет в 8. Ну, да легко бы, никак не подашь вам. Игнатий Тихонович, а вот уже, а вы можете выключить камеру и включить ее? Почему-то у меня не видно, или только у меня одного так? Я не знаю. Вот я выключил, а вот включил. Кто-нибудь, напишите, видно ли. Сейчас просто спрошу, просто я с телефона. А другим видно? У нас, у меня видно. Все, все, хорошо. Хорошо, хорошо. Игнатий Тихонович. Да. Уже вот 10 дней прошло, как вынесли приговор. Точнее, приговора не было, было решение суда. Да. Вот. Ну, 10 дней прошло, теперь можно сказать уже что-то. Хотел бы я у вас спросить, чтобы вы как-то прокомментировали все, что это произошло вот этим летом, и суд, который был над вами. Не могли бы вы, ну, рассказать ваши мысли? Дело в том, что теперь все закрыто, все там, ничего нету, не состоялось, вынесения приговора нету, мировое соглашение. Тут вот в чем дело. Я буду говорить возвышенными такими тонами, что речь идет о ненависти к русскому человеку во всем мире. Это не секрет. И особенная эта ненависть проявляется у нас в России. О чем план Далицы говорит. Пройдет время, мы будем делать то, натравливать. Я беру то, что здесь известно. Исчезло с лица земли. У меня устарелые данные были, я поправлю их. 51 тысяча населенных пунктов. Это то, где сеялось, выращивалась скотина, птицы, пчелы. 51 тысяча. А сегодня, оказывается, 70 тысяч уже насчитывается. Я последние данные раздобыл. И ни одно село восстановиться уже не может. Все разъехали, жить некому, дома брошенные. А это то, что кормят. Это как одна картина есть. Поговорка такая. Нас на колени не поставишь. Мужик пьяный в луже лежит. И нас на колени не поставишь. Вот как надо понимать. И что? С 91 года по 97-й была инфляция. 10 тысяч 70. Запишите себе это. Вам не найти эти данные. Потому что я вёл суд, когда освободился. Был реабилитирован. Вернулся из лагеря. Я подал в суд, раз реабилитировал. Вернуть, что у меня изъяли. По государственным расценкам, тогдашняя валюта была. Мне они должны были 11 миллиардов. Я делал переводы с разных языков, целые сцены, 50 томов книг насчитанные, там артистов, стихотворения, мировую поэзию. Там не выскажи, сколько было сделано. 11 лет шёл суд. Это вообразить невозможно. Не положено. Всё законно. Но у меня шла уголовная статья, по которой судили 190 прим. Апостров вверху стоит. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественной государственной истории страны. Заведомо ложных. Статья-то хорошая. То есть я знал, что этого нет. Заведомо. Но говорил, что было. Я говорил, что было раскулачивание лучших тружеников сельского хозяйства. Из Потеряевки семь семей. А кого тут было? Всего-то там 260 человек. И сослали. И теперь Потеряевы, которые основали, мы с ними встретились. И баба Дуня, и Докия Титовна. Она приехала сюда с мужем. И муж ее, Иван Непантьевич Потеряев, умер на кладбище сейчас. Основатель Потеряевки, которой 200 с лишним лет. Я говорил, было. И тогда, в которой выступали кандидаты наук, там, с разных университетов. У меня 12 кандидатов наук на мне было задействовано. Потому что судили меня за материалы. За архипелаг ГУЛАГ, который насчитал. За стихотворение о Ленине, где его как назвал. Стоит твой рот, ащерев. По мёду птиц подставив голый череп. Вождь атеистов. Сон мещают. И они вот выступали двое. Но слушать-то пленки. У меня не книги, а пленки были. Катушки. Катушка 375 метров. Звучание ее на четырех дорожках. Восемь часов двадцать минут. Я когда переписывал их, а мне тон студии была. Павок очень хороший человек. Гавриил Апотец тогда был. Вот у меня... Сторожем мне не день давали работу. А только сторожем во Венемедовской охране. Того района, где я нахожусь. При милиции. Чтоб все время за мной наблюдать. Какая она власть была хилая. Ну я там и был. Но у меня три дня-то свободных. Я на велосипед. Инструмент. Глина лежит. Я стучу. Хозяева. Вам пищник нужен? Да не можем найти. Я с большим стажем. Сорок лет я пищи клал по стране. Ну и конечно я имел деньги. Одна пища 70, допустим, рублей. Оплатили сторожу за месяц 72 рубля. А я в день выкладывал от фундамента до трубы две пищи. То есть у меня выработка на работе была все время 280-300%. Любая работа. Плотники, раму вставлять, полы настилать. Я был неукротимый в работе. И поэтому купил магнитофоны. Магнитофон 205. Если 72 рубля я за месяц получаю, ну я хоть сколько-то за квартиру должен отдать. За свет 72. А один магнитофон 320 рублей. И мне пришлось купить их 14 магнитофонов. Одновременно от одной кнопки все начинают работать. Со скоростью 4,7 сантиметра. Это когда слушаешь. А она переписку ведет на скорости 19. Одновременно две дорожки в одном направлении. Первая, четвертая. И обратно вторая и третья. Представьте, в какой скорости я распространял. Там дышать нечем было. Ферромагнитный слой все-таки маленько шелушится. Поэтому пришлось вентилятор сделать. А комната 12,8 квадратных метра. Бараг. 12, неполных 13 метров. Тут у меня спальня. Тут у меня гостиная. Тут у меня кухня. Тут туалет. Все на 12 вот этих квадратах. И 11 человек недалеко от вокзала был. Могли приезжать ко мне. И ночевать не на полу. Весь. Вот как все. Видно у меня этажами все вот так. Я люблю на затаренном пространстве понимать. И вот когда стали говорить, что мне ничего не положено возвращаться. А я продолжал стущать хороших людей. Юристов нашли. Самых знаменитых в Алтайском крае. Там был и Валентина Васильевна Власова, кажется. Фамилия ее. И писали. И уже утверждено, что не положено. Сначала краевая прокуратура, потом прокуратура Российской Федерации, президиум Российской Федерации и суда, потом СССР. И уже на последней инстанции президиум Верховного Суда СССР. Он отменяет все начать по-новому. И процесс был выигран. Ну не все, конечно. Не все. И как Бог сделал. Я подбираюсь к тому, к чему вопрос задан. Мне отдавать не хотят. Да и нечем. Судебный исполнитель имеет такую власть. Женщина была. Какая-то там Пищушкина или как-то. Она пришла в городскую администрацию и сделали ее ответчиком. А КГБ в стороне оказалось. И она говорит, пока Слабкиным не рассчитайтесь. Ни один бюджетник ни рубля не получит. Ни врачи никто. И тогда со мной заговорили. Мэр города Владимир Николаевич Баварин в десятку лучших мэров России входил. И говорит, ну как рассчитать это? В бюджете денег-то у нас нету. Я говорю, недвижимостью. И сказал, мне нужно сухое место недалеко от остановок. И мы там церковь отдельно сделаем. Православную. Потому что эту Таргашинскую я не слушаю. Дети я предают, как меня попы. Когда судили, показывали, какое свидетельство было ужасно. И они мне дали 13 соток. Самый красивый район в Барнауле. И два здания. В одном храм внутри перестройка, не наружу. А во втором две квартиры, где я живу. Так вот. В то время было разговаривать лучше. Я начальник детского лагеря. 45 лет директор его. Без помощи государства тысячи детей. А эта власть забила. Роспотребнадзор называется. А тогда санэпидемстанция называлась. Тогда. А теперь вот это. В Сямозере, когда утонуло 8 учеников. Президент дал указание проверять. Правильно. Ну, проверять это не убивать. Они разбили в одних регионах. Даже ни одного лагеря не осталось. Мне пришлось закрыть. Невозможно. Дежурят день и ночь. Вылавливают ученик моих. Жителей. Ребятишек. Узнать, где живут. И как бы от краевой администрации ходил человек. Искали свидетельства. Показать, что мальчики с девочками спали. Ну, что-то ужасное просто. Но ни один не пошел на это. Все. Я сам его лагеря сформировал. Это лагерь. А деревня-то, как появилась, лагерь уже не сжигали. Его 17 лет сжигали. Дотла. И вот теперь я увидел все. Вот эта власть, которая есть. Потому что бюджетников этих, ну, номенклатура, где-то в три с половиной раза больше стало, чем при советской власти. И вот теперь мы добиваемся разрешения, которое в 1972 по 1991 год ничего не было на этом месте по Теряевке. Голое место. Воробьи и мыши. И через 20 лет что тут могло быть? Где пруды были, дороги, все размыто, не проехать. И мы добились разрешения, зарегистрировали. Там в Белом доме в Москве отец Аким был, говорит, половики там потоптал у них эти ковры. Отец Глеб Якунин был, помогли. Тут голосовали депутаты ни в коем случае не давать потерять. Тут наркоту разведут. Там, ну, такое. А как только оттуда пришло указание, все, ничего нету. Все проголосовали за. Мы начали строить-то, ничего нету. Повторяю, инфляция была. 91 по 97, 10 тысяч 70. Тогда стоило рубль, а теперь 10 тысяч 70. Ничего нельзя купить. Ничего нельзя взять. И в это время Бог совершает чудо. У нас огороды, пока еще деревни начинали строить, мы сюда приезжали. Я начальник детского лагеря, до 19 лет раньше Потеряевки. Потеряевка с 91 года пошла. Вот эта, которая сейчас 30 лет. Вот нынешний 30 лет исполнилось. Ну, а лагерь-то 19 лет. И мы там с Корчино, которые земли куда-то шли, сельсовет. Оттуда пахали. И мы себе попросили, распахали два огорода. Вплотную березом колка называется, околки березовые. Вплотную. Это такая, казалось, низинка, где лог заканчивается. И туда мы не посеяли один раз. И надуло ветром с той стороны березы, березы, березы. А мы более с северной стороны. Оттуда ветры основные идут. И получилось, как морковку, когда не прореживают, она вплотную. Вот столько березок взошло. А тут в Корчинске пасли коров, мы должны были пасли, телят не запускать. Пожар, когда за сколько раз поджигали, лес наш горел. Тушили всей деревней. И деревья росли. Примерно 80% погибли. Потому что вплотную они засыхают и падают. Топились этим. А которые растут еще близко. Высоко подросли, и все равно засыхают некоторые. Это наш огород. Наш огород. И нам Бог это дал чудо. Во всей стране этого не было, чтобы огороды делались рощей. Этого нет. Притом хорошие березки. Потому что благоприятная обстановка. И ветер их не ломает за теми березами. И площадь 0,78 гектара. Даже гектара одного нету. А в деревне каждого полгектара с усадьбы. Даже на дверью садьбы нету. Это наш. И поэтому надо оглобли. Мы для катереги. Тракторов-то не было. Идем туда, берем. Тут кочинские стали воровать. Мы их отшили отсюда. Нужно загородить короб. А где мы возьмем-то? Негде. Мы берем свое и прорежем берем. А они не знают, что у нас выросло. Оно от них загорожено. Поэтому есть лес, который государственный считается. Есть муниципальный. И вот тут большую работу приехал инженер. Вымерять. И каким он образом с прибором вымерлил. Хорошо, что это... Они не знали. Ни на одном плане этой нашей березок-то не было. Нигде. Это Бог послал. И они никто ущерба никакого не терпели. Отнесли его к районам. Муниципальные. А если бы дальше еще на 7 метров, то было бы государственное. Там во много страшнее. Там и суд, и все. А здесь... Покажите, какой урона нету. Они давай рисовать там себе. Приезжают комиссии, смотрят. Ну, ни один человек тут не был. Ни лесник, никто. А тут стали придумывать все. Какая-то береза там спилена. Она лежит вот так вот поперек. Но раз поперек ее пилил-то, то вот так, что длинная, получается, не круглая, а эллипс. И они это взяли, на нас тоже положили. Мы говорим, нас это не касается. Нам береза-то не нужна. Никаких. И вот теперь, когда они начали на этом решать, им нужно вогнать в статью. Заведомо ложной. То есть я заранее знал, что не было раскулачивания. Знал, что не было репрессий. А говорил, были репрессированы архипелогулаг. Они это применили здесь. Заведомо я знал, что это принадлежит государству. Собрал я компанию. Преступление совершил. И когда разузнали, я бежал оттуда. Это пишет все следователь. Она хорошая, видно, но у ней статья. Ей нужно написать так, как в статье написано. Заведомо ложная. Она заведомо знала, что это не наше. Заведомо знал. Это нам Бог дал. Дело в том, что 23 марта 92 года под номером 47 Корпус депутатов Алтайской краевой администрации выносит решение. И второй пункт. Восстановить поселок Потеряевку. Восстановить. Повторяю. Это не просто так. Восстановить. Это не табличку поставить где-то. Относительно того, что селения закрываются, выступает депутат Государственной Думы Нина Данилова Алтайского законодательного собрания КПРФ. КПРФ. И она говорит, вот эта деревня, какая там подряд называется, это не надпись с карты у брата или околодороги. Это потеря земли. Тут будут жить другие. Понимаете? Это разложение государства. Если 71 тысяча нечеловека, селений, кормильцев разогнали, они как ухрупнение. Работать будут. А тут не надо, там театр, там все есть. Обман заранее знали. И вот здесь теперь мы первые, единственные на старинных, благочестивых, христианских, православных обычаях. И так у нас в уставе сказано. Как бы они не обрадовали, что деревня может восстанавливаться. Нет, все силы бросил сатана. Это от дьявола. Мы русские люди собрались. Почему нету? Одна глина. Копаем из глины. Там соломы привезти. Мы где-то лошадь купить какую-то. Нету. Но соседи, главный зоотехник, Игонин, Валерий Григорьевич, из Скадникова, к нам хорошо относился. И он как-то приехал, видит, трубу делать, кирпича нету. И он там от Нори, Нори это такая машина, чистоту зерна наводит. Она в виде трубы там идет. И он привез. И потом говорит, я вам помогу. И к нам пригоняют коня. Он его сделал как дохлого. Там мизерная сына такая, зная нас. А здоровый такой мужик. Там он по поднятию тяжести каким-то чемпионом является. Я вам, ребята, помогу. Приехал кто-то. И только седло снял. А это, говорит, вам коня. А как звать? Он говорит, изумруд. Изумруд. И вот этот изумруд, как говорится, даже и говорит это. И он хороший конь такой. Ну, мы его когда-то что привезем. А до этого на корове привозили-то. И тут за колочком-то трава хорошая его привязали. Однажды он оторвал все, прибежал и храпит. И батюшка говорит, ты чего изумруд глянул? На него железный штырь в спину воткнутый. Каю здоровый такой. И убили еще-то. Пришлось дорезать, и куда уж там ушло. Вот как приветили. Что у нас было сделано? Говорили, мы вас раздаем тракторами. Не дадим здесь. Бог миловал. Потому что торчено там много наших бывших деревенских. И постепенно так это заглохло. И вот мы начали восстанавливать. Где брать? Из колодца воду достать, даже если упадет. Багро надо. Коров загородить. Жерди надо. Где мы их возьмем? Мы из этого колодца. Они его не знали, никакого ущерба от этого никого нету. Пруды их делать. Я нанимаю бульдозера. Бульдозер привезти из Барнаула, это на платформу. Раньше стоило 50 тысяч, чтобы привезти. А сегодня 70 тысяч. Привезти, отвезти. Только. Ну при зарплате, если у меня пенсия 6 тысяч тогда была. Ну еще спрашивают. Ясное дело, что кто-то должен был вступиться за нас. Ну и теперь. Я нанимаю 5 лет. Вот бульдозер привозят. Насыпем сколько, утопщет, уляжется, маленько травой прорастет опять. И где было полметра воды, 6 прудов, там стало 3 метра. Развели рыбу. Только в один пруд мы забили 2000 карасиков. А сейчас берем. Да кто-то сказал, что мы ловим небодом. Завидуют люди-то. Ну это наш пруд. Мы его восстановили. Тут земля голая была. Воды весной Бог дал нам. А не за каждого карася 250 рублей платить. Да как? Это мы ни у кого не брали. Ну это хоть и не общественное место, надо доказать, что опь тут не течет. Ну какая опь? Нету. Ну а как чтобы доказать-то? Ну комиссию надо составить. На нем надо полтора миллиона рублей. Доказать, что они не течет. Понимаете, мы никто. Нас над идиотами нельзя назвать. Это так нас душат. Ну отступились. А здесь не отступились. А нашелся Иуда. Иуда среди жителей. Я об этом говорю. Открыто. Сообщено было туда. И когда уже дело закрывали, мне пришлось пролистывать. Значит, на третьей странице там в деле подшитом. Страница, наверное, 300-400. Дело бою там все это писали, писали. И прямо написано. Написано, что позвонили. Вот тот-то, тот-то. Видимо, сказали фамилию матери его взять там. Я все расшифровал, как это было. Не хочу говорить уже. Позади все. Ну его это, конечно, думал он не будет. И во время суда даже прилетел узнать, скажут или не скажут кто. Совсем даже дела нет. Ну, беда с человеком. Мы молимся. Остальное дело Божье. И вот теперь эти березки, они вешают на нас 18 березок. 4 или 5, или чем-то 8 кубометров. А приехала следователь и посмотрела, как мы нарезаем. Она назвала колями. А сваи забивали. И как, чтобы не обрушилась. Потому что, когда делают насырь с двух сторон трактора. А у нас с одной стороны озеро, а с другой стрясена. Ниоткуда никак. Только сверху. А сверху он раздавливает. Мы забили, которые сваи их отвалило бы. Вот так вот. А нынешне это делали. Только 14 мужиков работали. Только на одном пруду. Столько людей приехало помогать. Волонтеры. Я тут вижу кое-кого. Вот как. И теперь-то. Государству мы ничего не взяли. Ущерба не нанесли. Но они нас еще 25 тысяч заплатили. На какой машине? Одна машина. Бульдозер. Бульдозер, говорю. Военная машина. Терехосная. Ее забрали. У кого наши пилы? Бензопилы-то? Отобрали пилы. У меня компьютер заселил. Сняли флешку. Диски жесткие. Что могли нанять? Фотоаппарат. Все забрали. Какое отношение к березкам имеет мой компьютер? Ну, неважно. Главное, что ничего не испортили. Отдали. Отдали. Ну, заплатили там 25 тысяч. А так-то стоило больше 700 тысяч. Я только за бульдозер заплатил 546 тысяч. Каждый час стоил потора часа. 546. Не считая, что здесь и кормили, и поили. Это все за пруды. Дорогу сами делаем. А решение принято восстановить. Решение принято корпусом депутатов. А никто не... Мы делаем то, что должны были делать государственные люди. Они не сделали. Почему? Все деревни разваленные. Чего придумывать-то? Кто вам будет помогать? Ну, а где мы возьмем? Бог нам дал. Мы это берем Божьи. И нас бьют за это. И бьют крепко. Уголовная статья до 4 лет. И что интересно попутно сказать. Мы когда эти привезли, березки-то, надо шкурить. А у березы шкура, верхний слой, из которого разные там делают туски и башмаки шили, и что-то не... Ну, кора. А подняли подкорник. Раз в 4 толщи, плотный, прилегает вплотную. Сейчас, минутку, подождите. Я пришел не случайно. Вот мы когда шкурить начали, но кора падает по ноге и топчется по ней. Я так, один край клал на колодец, и там работал. Вот она, как кора выглядит. Вот она, кора. Вот под... Под... В общем, все разваливается. Ну, когда стали уносить кокору-то... А это осталось целое, вот такая вот... А вот эта часть прилипает прямо к березке. Вот эта толстая, которая... Вот эта часть, вот эта вот, она видно, что переломлена. А которая тоненькая, она вот... И здесь оказалась внутри надпись. Она никак не могла, когда на березе стояла, как она могла надпись быть. И надпись такая здесь. 4ДИ. Я не знаю, видно или нет. Вам видно? А? Я спрашиваю, видно или нет? Кто на телефон... А, видно, видно. Видно. Вот это вот. Вот какая оказалась. Оттуда никак не могла... Никто никогда не напишет. Это с другой стороны, даже следов нет. Как напишешь-то? С обратной стороны. С обратной, которая... К дверью... Да кто знал, что его пилить будут? 4Д... Я нашел 4... 4ДИ. Вот она. Я понял, слово И это меня. А 4Д... Только 4 Евангелия. И ты им отобьешься. Но оказалось, что за это 4 года тюрьмы дают еще. Вот чудо-то какое. Я теперь, когда все это вместе совместили, Господь заранее предупредил, чтобы мы знали. И вот с этими березками теперь. Приезжают, там замеряют, делают срез, спинька, сложить. Отсюда или не отсюда. Сколько людей задействовано. И ни копейки никому не отприбыли. Но Бог везде давал добрых людей. Ну, следователь, если она писала, там, я преступник. Я преступник. Преступник впереди их глазами. Потому у них задача над ними вышестоящая. Уничтожение русской нации. Я по-другому не могу объяснять. Нигде так не разрушается. В Чечне сколько сел порушено? В Казахстане. Ну, везде разрешили. В России. А раз кормильцев нет, у всех на колени ставь. Не стоит того мужика в грязи. Нас на колени не поставишь. И вот теперь, мне надо еще просчитать. Не все знают решение суда. Сейчас я... Вот какое. Ну, конечно, тут еще не увидишь. Я сейчас засчитаю. Вот. Это вторая страница. Тут все перечисляется. Три страницы. И вот постановление, последнее, которое отсюда уже вышло. Ну, не просчитаешь, наверное. Я просчитаю. Чем это закончилось? Может быть, я неправильно понимаю. Ну, впереди все перечисляется, перечисляется. А потом, говорится, постановил суд освободить Лапкина Игнатия Тихоновича от уголовной ответственности за совершение преступления. Предусмотрено частью первой статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с примирением с потерпевшим. А кто потерпевший-то? Как бы администрация, которая даже не знала, существуют эти березки или нет, с потерпевшим производство по уголовному делу прекратить наставание статьи 25 УПК РФ. Процессуальные издержки по оплате труда адвоката по назначению на стадии средств и в суде возместить за счет средств федерального бюджета. Меру пресечения в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича в виде подписи о невыезде и надлежащим поведением отменить по вступлению постановления в законную силу. По вступлению в постановление в законную силу и вещественное доказательство по делу автомобиль марки ЗИЛ-131, государственный регистрационный знак АО-84КО-22, переданный по принадлежности Парабаш-ИА, оставить последнему, то есть уже отдали раньше. 18 спилов с пней, 18 спилов с комплиновых частей, деревья, природы, береза, хранившиеся в камере хранения вещественных доказательств МОМВД России, мамонтовские, название мамонтовские, уничтожить. Бензопилу марки ШТИЛ-МС-360, бензопилу марки ШТИЛ-МС-230, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МОМВД России, мамонтовские, вернуть по принадлежности ШТИЛ-МС-360 Лапкину и Акиму Тихоновичу, бензопилу марки ШТИЛ-МС-Барабаш Егор Александрович. Они не отдали, пока 10 дней не пройдет, а сегодня туда наши поехали, в краевую больницу матушка упала, сильно убилась, матушка Людмила, пока не возьмешь направление со своего района, ее туда повез Николай Георгиевич. Так, дальше. Постановление может быть обжаловано в операционном порядке в Мамонтовской районной суде Алтайского края с подачей жалобы через мирового судью в течение 10 суток со дня провозглашения. Про возглашение. Мировой судья А.А. Нестеренко. Подлинных постановлений в уголовном деле номер 1-35-2022, находящийся в производстве мирового судья судебного участка Мамонтовского района Алтайского края, верно, мировой судья Нестеренко А.А. Все. И тут печать, и тут как бы подшиты эти два листика, но не видно, наверное, ничего. Вот так. Что с этими березками? В первую очередь, я понимаю так, что должен был делать государственный орган? Восстановить. Ничего не сделали. Дороги нету. Дорога, которая идет от Адамба, второй мостик называется. Ширина прорыва воды там метров пять. И глубина метра четыре. Все это надо затрамбовывать было. И чтобы вода не размывала, теперь там плетень мы плели и сделали. Свая забитая. Мы делали государственную работу. Решение восстановить. И мы делаем сами. Нам даже деньги платить. А нас за шивороты в каталажку. Тут у нас идти надо. Что делается? Да где-то когда видно было такое. Хабаров, Ермак прошли до самого океана, и никто их не тревожил. Нужны деревья они брали. Но мы нигде не брали. Мы взяли то, что Бог дал, посадил на огороде. Тут все против них бунтует. И поэтому то перестуд надо, то другое. Ничего не надо. Просто чтобы знали. Вот она там написала. Следователь. Она расположенная была. Видно там. Кажется, Анастасия Михайловна. Ну прямо видно, что расположена к нам. Но она не может выйти. Вот из этой речи. Должна показать. Преступник. Она преступник. В сговоре. Она пишет слово в сговоре. А я там и не был, и не знаю, и никакого. И бежала. Куда бежать, когда на заблагородье? А там написано, с места преступления сбежал. Ну, так их учат. В Барнауле на пятом курсе юридического факультета спросили. Вот сколько заработок будет? Вот говорят, 130 там или сколько. На взятку дадут тебе что-то там. 5 миллионов. 85, кажется, 5 процентов подняли руку. Мы бы взяли взятку. И они еще не кончили. Их уже судить надо. Вот здесь-то к нам-то претензии. Они знают и верующие. Но дальше мы близко познакомились с главой администрации. Теперь, который инженер сделал, отвел эту границу. Не отвел, он установил. Показал, что мы не попадаем в государственную. Там страшное дело. Там срок сразу. Я прошел везде с книгами, кому-то там трехтомник, к истинному православию. И до судьи, и до охранника. Но этим поменьше к истинному православию и Евангелие подарили. То есть вреда мне никакого не было. Я живой, аппетит хороший, сон хороший. И все вернулось на свои места. А доик и думеянин, Иуда, доик и думеянин, найдите. Доик и думеянин. Как он от Саула был послан. И город Новго, 80, там кажется, 7 священников было. Всех порезал. Детей, шкотину. Свои-то люди не хотели, а он наемник-то. Он чужой. И поэтому этому предателю, я ему даю кличку чужой. Чужой. Чужой за каждым шагом, видимо, подглядывают. Не знаю уж как. И поэтому мы живы, по милости Божией. У нас все с собой. Вот об этих березках. Я в этом видел. Все направлено, чтобы русского человека окончательно жить с этой земли. Я где-то просчитал. Был международный конгресс. И решили. Каждому русскому человеку, кажется, 150 тысяч долларов дать, чтобы только все уехали. Все земли освободить от этой заразы. Я понимаю их мнение. Чтобы русский против русского в мирное время, зная, что вечером я здесь живу. Один в комнате. Скворечник называется. Так они вызвали спецназ. За 150 километров приехали. Утром 7 нету. Я полимся. Потом я иду сюда через дорогу от Володи. И к 7 часам иду завтракать. Только я думал одеваться. В это время стучат. А я все равно спросил. Кто? Открывай! Я открываю. Спецназ надетый на них. Какие-то такие были, как водолазные. И прямо, ну, как зомби какие-то. Они в четыре руки меня схватили, рванули на улицу босиком. А там уже их прижахло 12, что ли, человек. Машины понаехали. Ну, они же знают, я один, никого нету. Они уже все узнали. Ну, показать, как кино смотрят они тут. Думаю, найти, кто это делал. И попросить, чтобы позволили снять заново. Потому что тут не снимали. Я только думал, Володя-то как узнает? У него люди. А когда на улицу там вытянули, я гляжу, да как там машин-то нагнали. Это все на полном серьезе. Это говорит о том, что с этой земли людей будут сгонять. Мы первые прошли в этом. Перед тем, как мне быть арестованным, я видел сон. Огромный, вот бывает, железная дорога, мост. И вот который, чтобы не провалился, называется ферма. Не кверху идет, а которая носит. Она высокая такая. Что поезда не проваливались-то. Я лечу на таком кресте метром 150 длина. Железный крест. Сижу, ноги свесил. В зеленой рубахе, клеточку. И лечу над родными полями. И он, наконец, садится. Ну, тысячи-полторы тонн. Думаю я так. Он запахал. Я как срез соскочил. Он вот так мне по грудь. Крест в лежащем положении. Я только спросил, Господи, а почему я один? Он говорит, ты первый пойдешь. Первый пойдешь, другие за мной. Вот как было сказано. А теперь. Дальше сон-то. Меня кто-то ведет. А на дороге, как вот и львов ловят. Такая сетка, когда он наступит, она подбросит. Он висит в висячем положении. Я стараюсь не попасть в эту решетку. И там соревнование идет. Бутылки из-под молока. Кто чище вымоет в болоте. Я тоже склонился. Моя бутылка самая чистая. А сзади кто-то разбитой бутылкой бьет мне в позвоночник. Это пул. Это психиатрию, куда меня отправят. А там покрытый красным кумачевым стол потерял. Я подхожу, губами шевелю и показываю, что мне причаститься бы надо. А священник через стол наклонился. Вот тебе неприсчастье. Я знаю, кто это. Я сказал. И дальше все это так и пойдет. Это в 86-м году было. Так все и пойдет. И здесь точно так же. Я все время вижу, меня везут куда-то на корабле по северной реке на север. Ну, видимо, отпустили. Вот березки эти. А те как? Нам надо березки. То есть все равно прорывают, где надо сваи делать. Надо их где-то платить. Надо выписывать. Там и организации за организацией. И даже сад бывший восстанавливать поселок Потеряку. Это и всю инструктуру. Мы дорогу сами делаем. Это вещь невиданная. Дали как план. И сказали, вот через квартал, там два квартала. Там архитектурный отдел. И там вам сделают план. Я приду и сижу. Да что сидите в коридоре-то? Ну, план. Я говорю, да еще не сделают, украдут. Да ну еще вы смеетесь-то. Да половину не сделали, украли. Открывают администрации. Неделю не простояло. И они вышли. А мы, говорит, не можем работать. Денег уже нету. Вор на ворегу. И вот здесь с березками, с этими. А они как раз. Ну, они-то ничего не понимают. Лишь бы где-то что-то взять. Деньги оторвать. Сидят-то, не работают. Никто ж еще не производит. Я благодарю Бога за эти знакомства. Что подарил Евангелие. Вижу их расположение. Мне ничего не надо, кроме благодарения Богу. А теперь, чтобы вот этот сад, который был у нас тут, яблони были, там малина, там еще что-то только не было. Все заросло с кленом. Клен. Клен это сорное дерево считается. И за клен наштропуем. А клен это там кривой он такой будет. Не трогать. Они заблокируют какая-то организация. А там, как клещей у быка весной налепится, столько людей. И везде надо, видимо, еще что-то платить. Сказали, хоть в своем-то огроде у меня клен нарос. Мы можем вырубить или нет. Это же вещь неслыханная. Чтобы клен нельзя было рубить. А это все равно, что репей. Ну вот такой опыт мы прошли. Русский человек приговоренный. Все на счастье. Мы были примером для всех. Ни государство, ни рубля не вложило в нас. Электричество потом привели. А до этого даже трансформаторы сами привезли. С другой республики. Мы все сами делали. И скотину приводили, загораживали дороги. Дороги там 70 метров, только на щебень. 232 тысячи я заплатил. Ясно, что это в моем кармане. Это оно не мое. И потеряем, пока сама она не вложила ни рубля. Они селедкой прокормили. Живут от своего хозяяства. Батюшки около ста вещек. Напротив его около ста баранов. Вот у Игоря Барабаша с 7 дня. Там полгектара земли было. Нынче у них до 1200. Купил новый. Какой-то там за 17 миллионов что ли. Второй комбайн такой купил. Речь идет о десятках миллионов. И Кировис. Огромный такой. Мы ролик будет покажем. Как мы там смотрим. Нас можно было показать. Вот смотрите. Вот лагерь, который у нас закрыли. Я его закрыл. Но в лагере-то там никого нет теперь. Я написал музей, комплекс для бедных лагерей. Под стекло. То есть показать, как можно без помощи государства. Я 45 лет директор. Тысячи детей подняли. Без помощи государства строим деревню. Тут налепились со всех сторон. Но везде встречаются добрые люди. Как вот такая книжка есть. Отец Арсений. Когда он там в холодильнике держал. Он увидел там и там и там. Везде огоньки загораются. И мы это увидели. И глава администрации. И следователь. И судья. И видимо от прокурора. Там я уже не рассмотрел. Я стоял. Ничего не слышу. Батюшка. Отец таким был переводчиком. У меня с краевой администрации. У меня какой-то такой был. Перепонки с двух сторон. Там потеряли слышимость. И бумага. Это сильно помогло. И показано, как звук я слышу. И батюшка не все переводил. Я кое-где бы сказал. Они следовали. Адвокат сидит. Там вот так головой и кращает. А я не слышу, что он говорит. Судья защиты. Он говорит, согласен. Я говорю, согласен. А чего согласен, не знаю. Я ему доверяю. Он а так головой крутит. Не соглашайся. Я нет, я нет, не так. Что они там говорили? Я по сей день не знаю. Отец таким стоит. Он только одно. За любыми путями закончить надо. Хоть как называют. Что я племяне Гитлеру. Родной брат Муссолини. Мне все равно. Это я говорю. Не он. Ну и вот все закончилось. Все. Мы живы. Аллилуйя. Вот кратко. Аллилуйя, Игнат Тихович. Да. Вот это надо как-то отпечатать, как брошюру сделать. Вот. Как. Сколько всего у нас было, а не 18 березок. Конечно, за те годы мы не 18 взяли, а по сваям можно увидеть. Там у нас тысячу полторы только свай. Столько прудов. Не надо забивать. По шнору-то давануло и все смело опять. И нынче мы там сколько работали, там не выскажешь. Ой-ой-ой. Ведра мы не таскали без трактора. Где-то только на одном пруду. Примерно. Ну и опять же. Еще немец-то все сделает. Она всегда у него бетонная, железная. И сидит в окно смотрит. А в окно смотрит, там грех подойдет. А мы работаем день и ночь. Еще шести нет, а мы уже там на втором мостике. Нам благо. А потом сгниет. Мы опять делаем. Все время работаем. А ничем не занятая душа, хорошая кузница, сатаны. Мартин Лютер. Ну все, однако. Пойду сейчас столбы эти гнилые менять. Около гостиницы там. С Володей пойдем сегодня. Спасибо, Христос Игнат Тихонович. Аллилуйя. Спаси Христос. Тогда я отхожу. Все, да? Все, да. Да, да, да. Благи слави Господь вас. Аллилуйя. Позлещы. Слабин innovative. 6. Слабин innovative. 8. 11.